Мы рады приветствовать вас на самом детективном из всех детективных шоу телевизионного и интернет пространства. Сегодня здесь собрались профессионалы, способные разгадать любую загадку. Мы заглянули в будущее, чтобы узнать, чем же закончится наша интеллектуальная дуэль. Признаемся, увиденный вариант нам не понравился. Простите, вы сказали, что увидели один из вариантов. А что, могут быть другие? Да, ход событий возможно изменить. Главное понять, где модераторы или участники допустили ошибку и вовремя исправить. Так что сегодняшняя игра для всех непредсказуемая. И для участников, и для ведущих. В агентстве «Визет» день открытых дверей. Всего один раз в году наш параллельный мир пускает всех желающих или особо любопытных. Правда, ненадолго. Остаться здесь и стать спецагентом могут лишь те, кто пройдет испытания и победит в детективном баттле. Продолжение следует... Жеребьевка распределила вас по командам. Теперь нужно решить, кто будет капитаном. Минута на размышления. Не, ну тут все понятно. Ну ты понимаешь... Мы передумали. Мы сами назначим капитанов. Вашему вниманию предлагается видеоистория, в которой на первый взгляд происходят непонятные события. Необходимо распутать цепь событий, придумать возможные варианты случившегося. Приведу пример. Внимание на экран. Представим ситуацию. Экзамен в военном училище. Один из студентов берет билет и начинает готовиться к ответу. Но через несколько секунд, ни слова не говоря, дает зачетку преподавателям и покидает экзамен с отличной оценкой. Вопрос. Почему педагог поставила «отлично»? Она ему задолжила денег. У нее просто настроение хорошее. А вот и правильный ответ. Это был экзамен по азбуке Морзе. Преподаватель стучала ручкой по столу и выдала вот такое сообщение. Любой может сейчас без подготовки получить отличную оценку. Понятно. Задавайте уже свои вопросы. Уже не терпится на них ответить. Уже ли повезли? Вы все-таки в приличном обществе. Тьфу ты на закате, мы нежные. Что? Я сейчас тебя... Тихо! Внимание на экран. Случилось так, что один человек долго не мог заснуть. Он вертелся, вставал, пил воду, ходил по квартире. Затем взял телефонную трубку. Позвонил кому-то. Через пару минут он сладко спал. Почему? Что же произошло? Обсудите ответы с другими участниками. Подберите как можно больше версий. И выскажите самые нелепые. Ну а правильный ответ мы узнаем через несколько минут. А пока прервемся на нерекламную паузу. Слышали ли вы о фальшивых документах? А знаете ли о специалистах, которые могут отличить настоящую подпись от фальшивой? Сегодня мы поднимемся к одному из них и узнаем, как это происходит. Олег Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. В каких случаях делается почерковеческая экспертиза? Почерковеческая экспертиза – это достаточно сложный вид экспертиз. И он назначается в том случае, когда возникают сомнения в подлинности подписи, выполнена ли она этим лицом или другим. Для того, чтобы провести почерковеческую экспертизу, непосредственно нужен сам материал, то есть объект исследования. Это цифровый микроскоп высокого разрешения. Если мы обратим внимание на выполнение буквы «А», характерный признак, который бросается сразу в глаза – это степень нажима. Есть частные признаки, которые присущи только конкретному лицу. Это направленность, направление движения, степень нажима, выработанность и соединительные переходы в определенных словосочетаниях. Что можно понять человеку по его почерку? Возраст, само собой, о перенесенных болезнях различного вида. Это инсульты, травмы головы, травмы рук. Также можно определить настроение, его эмоциональное состояние. В зависимости от степени взволнованности у человека, естественно, изменяется почерк. Многие наши зрители уже получают паспорта. Как сделать так, чтобы подпись была надежной? Она в первую очередь должна быть многосоставной. То есть что это такое? Чтобы присутствовали и левоокружное, и правоокружное движение. То есть, грубо говоря, вот она правая пошла, и потом левая окружная. И тогда вот у вас какая-то там подпись. Второе, это чтобы подпись была раздельная. То есть, если мы, допустим, выполняем первый инициал там какой-то, и обязательно ставим точку. Вот этот вот фрагмент, он тоже очень сложен для воспроизведения, если захотят подделать вашу подпись. Олег Иванович, спасибо большое. Это было очень интересно. Мы очень много узнали про почерк. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Ну что ж, какие версии были в вашей команде? Я считаю, что в воде было снотворное. Я считаю, что за стеной была музыка. Я считаю, это все бред, но я за снотворное. Увы, но правильный ответ такой. За стенкой играла громкая музыка. Он позвонил соседям, попросив их сделать потише. Почему ты выбрала именно ее вариант? Чего я хочу, то я выбираю. Угомонитесь. У нас следующий вопрос и следующая ситуация. Перед сном девушка спрятала свою туфлю в шкаф. Зачем? И по традиции, пока длится обсуждение, мы смотрим интереснейший сюжет. Думаю, все мы видели захватывающие кадры, снятые с высоты где-то в фильмах или телепередачах. Все это снимается с помощью дронов, а о том, как это делается, мы с вами сегодня и узнаем. Ща как полетаем. Привет, Анатолий. Привет. А в каких случаях операторы используют дрон? Дрон используют для того, чтобы показать масштаб локации, для того, чтобы добраться до тех мест, до которых ножками и машинами не дотопаешь. Это относительно безопасный способ и более-менее дешевый по сравнению с вертолетами и прочими профессиональными штуками. Нужно помнить, что квадрокоптер – это средство, которое может нанести достаточно большие травмы и пилоту, и окружающим людям. Поэтому нужно сначала научиться летать на открытых пространствах и потом уже развивать навыки высшего пилотажа. А есть ли запрещенные для полетов зоны? Да, конечно, есть запрещенные зоны. Нельзя летать рядом с режимными объектами. Чаще всего в прошивку квадрокоптера они отмечены, и ты туда физически не можешь подлететь. Также нельзя летать над большим количеством людей на различных мероприятиях. Что нам нужно, чтобы начать летать? Для этого нужно выйти на открытое пространство, чтобы не было проводов, желательно деревьев и больших металлических предметов, которые могут создать наводку на радиоканал. Мы идем летать! Ну, место мы нашли, а как им управлять? Управляет дрон с помощью пульта и подключенного к нему телефона. Либо иногда пульты бывают вместе с устроенным экраном. Старт записи, антенки лучше выдвигать, так лучше будет качество сигнала, и, соответственно, держать дрон в прямой видимости, чтобы антенки смотрели на него. Так, люди отошли, все отошли. Смыкаем стики. Для того, чтобы подняться, нужно нажать правый стик вверх. Ну, короче, оно полетело. Можешь подниматься до безопасной высоты. О, деревья! Вот, соответственно, вверх-вниз. Можно пролет вдоль какой-то местности. В данном случае у нас есть речка, мы попробуем полетать вдоль речки. Можно наезд-отъезд, можно сделать, типа, мы уменьшаемся. И для того, чтобы у зрителей не было каких-то проблем с восприятием материала, все должно быть максимально плавно, и кадры должны быть длительными. Лучше снимать в облачную погоду, для того, чтобы облака создавали не пустое небо, пересвеченное, а хоть какой-то был рисунок. И желательно снимать в режимные моменты. Это называется или закат, или рассвет. Что-то в полдень лучше не снимать, потому что картинка выглядит плоско и неинтересно. Так, ну а мы благополучно сели. На этом мое обучение пилота только начато. И я считаю, что мы уже сделали достаточно много красивых кадров. Но на этом у нас все. До новых встреч. Пока! Я, я знаю ответ. Эта девушка утром должна лететь в самолете, а перед сном она кладет свои документы в шкаф. А чтобы на утро не забыть их, она кладет туда туфлю. И это правильный ответ. А почему это ты отвечала, а не наш капитан? Да потому что вас забыли спросить. Это нечестно, переигровка. Какая переигровка? Мы знали ответ и выдали его досрочно. Похоже, события стали развиваться по тому сценарию, который мы и видели в начале. Да, и виноваты здесь совсем не модераторы. Лучше нам поскорее отсюда смыться. Согласна. Субтитры создавал DimaTorzok